Культовый матч Белогорье-Локомотив-Новосибирск. Вроде бы вот расстановка с двумя нападающими всегда может быть чуть проблематичной. Но с Заболотниковым при доводке эти проблемы минимизировались у Белогорья. Сейчас вот возможности центрального подключить. Нет, через Тетюхина. Классная какая защита от Локомотива. Еще раз Павел в атаке. И все-таки с Заболотниковым так на коротке. С показом сделал все Порошенко. Красиво. Пока Илья Скуркаев на подаче. Тетюхин вновь его смягчает. Очень хорошо пока блок Локомотива работает. Сейчас работает и Белгородский. Хачдани. Тройной блок против него. Гости успевают выстроить. На отведенном мяче с четвертого метра. Очень трудно найти способ его обыграть. Не имея высоты никакой. Естественно. В раунде плывок. Где команды с пятого по двенадцатый сыграют. Касание сетки там. Да ладно. Почему же арбитр этого не видит? Удивительный момент. Ну там не то, что касание. Потом в итоге оно фиксируется уже по другому эпизоду. Но в первом случае там чуть сетку не сняли буквально. С растяжек. Растяжек сейчас уже может быть. Нет, нам концовку эпизода показывают. Как раз листок прозвучал. Проскакивает мяч там, по-моему, под руки Червякова. Так оно и есть. 25-19. И первый сет остается за гостями. Нет, не достать этот мяч. Заметно лучшая атака. Даже, скажем, более заметна еще. По люди там 4-3 очка у большинства игроков. А вот у Червякова нет ничего в активе. Ни одной атаки из четырех он не реализовал. И ни одного блока не поставил. Подача его пока тоже проблемной не является. Железнодорожников. Классная атака. Там даже за спиной два темпа оказалось. Просто убойная подача Казаченкова. Тут единственное сомнение, что попадал мяч в площадку или нет. Но у Галимова не было там. Галимов, Курбанова выцеливает. Тут первый темп не пройдет. Значит, а блокирующим проще выбирать. И Хадждади выводит Белогорию вперед уже с Брейковой. Преимуществом 18-16. Очень все грамотно сделано. Хорошая подача Галимова, скажем так, убравшая Гошин. Достанет Галимов. А ведь мог бы. Мог бы, скорее, вот не увидел мяча. Оказался под траекторией в какой-то момент. Отзащищались от атаки Куркаева. Она, конечно, была по передаче, наверное, немножко не в темп. Здесь показ Заболотников. Мы это уже видели. И с тем же абсолютным итогом. Прекрасно эта связка работает. 25-21. И 1-1 в матче. Нас еще ждет масса интересного. Классно растянул Порошин. Здесь, ну и Кривиченко какой молодец. Атаки, ну тут, наверное, не будет. Зато классная подстраховка. Бережко. Какая пауза блестящая. Правда, она может быть немножко вынуждена. Он чуть более быстрого мяча ждал. Но колоссальный все-таки опыт с этим игроком. Никуда от этого не денешься. И вот, если говорить об инициативе. Хорошее смягчение. Такая простенькая диагональ от Галимова. Курбанов. Ну там низко было, чтобы атаковать сильнее. Как же классно стархует Брагин за Болотников. Хачданин. Вот когда играет с выдумкой еще. Это, конечно, становится проблемой для любой защиты. В затяжном эпизоде, когда уже такая рубка пошла по-настоящему. Удар на удар. Вот такое элегантное решение. Оно просто убийственно зачастую бывает. Зато следующий прием у него идеальный. Будет мяч в игре. Хотелось сказать, будет атака у Белогоря. Нет, тут не было даже предпосылок к этому. А вот теперь, пожалуй, и атака может быть. Китюхин. Нет, не удается забить. Ну такая передача на грани была. Ну вот, вроде Павел ни секунды не заставил сомневаться в том, что он нужный мяч забьет. Блестящая атака. Ну, прежде всего, прием классный. И Абаев молодцом сегодня, конечно. Вот он этими приемами дорожит. Ничего не изобретает. Находит лучшие решения. Ну, это уже чуть вперед я гляжу. А пока сделаем паузу. Потому что 25-17 и 2-1 в пользу Локомотива. Ну, самое интересное, это игра. Курбанов едва не выполнил подачу на вылет. И там, глядишь, еще и проверят. Ну, проще выиграть. Да, выиграть и уже ничего не смотреть. Что Локомотив уверенно и делает. Дмитрий Лызик атаку первым темпом завершает. Кстати, у Лызика нельзя сказать, что очень много атак сегодня. Болодников так чуть вложился в удар. Потому что в недодачу была передача. Здесь Бережко. Тройной блок. Пытается по пальцам сыграть. А это не играли на стороне соперника? Да нет. Нормально все. Смотрим. Не всегда он очень агрессивным, что ли, получается. Здесь справляется Бережко. И вновь Луборич. Луборич тоже потрясающий матч просто проводит. Чем задуматься. Очень четко Луборич место в защите выбрал. А здесь мяч попал, пожалуй, в площадку. Такой отскок в мертвую зону. Но некому там страховать. Не бывает там в волейболе страхующих. Вот здесь доводки для центрального нет. Но есть Луборич сегодня. Заболотников такое ощущение, что поздно этот рикошет вообще увидел. Он куда-то в сторону взглянул, показалось. И вот... Нет, Брагина. А может быть, и Заря там сетка таснулась у Курбанов. Или даже Лызик еще на выносе рук. Причем... Так. Да вот это да. Заступ при атаке с задней линии фиксирует Пашкевич. Ну, а мы на этом нашу трансляцию завершаем. С вами был Владимир Стецко. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok